Здравствуйте, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть, и с вами ваш проводник мира искусства кино, гражданин режиссер Разбор второй серии сериала «Извне» третьего сезона. И надо сказать, это одна из лучших серий за все три сезона. Я недавно только первые два посмотрел, поэтому точно могу сказать. И что радует, значит, сериал держит пока что планку, нету того спада. Многие беспокоились, что к третьему сезону уже будет спад, что где-то провисал второй сезон, но эта серия крепкая, драматургически сильная со всех сторон. Обе линии, которые перепелетались параллельно, линия этой драмы Тян Чен, Бойда, Кенни, линия, которая происходила с Табитой и отцом Виктора, идеально были выстроены по таймингу. И все работало просто прекрасно, но давайте погрузимся в этот мир. Думаю, многие из вас вот с утра уже прослезились от этой истории, от этой боли Кенни. Здорово было все это прописано. Бой достается там, завязанным в амбаре. И кому-то надо пойти его вытащить, и первый, кто решается действовать, это Джейд, который находится с Виктором. Козы вот выжили. Достаточно много скота, в принципе, выжило, и мясо можно теперь это использовать. Поэтому еды у них теперь достаточно. Они же еще не знают, что найдется еще еда. И вот Джейд первый туда приходит и встречает как обезумевшего Бойда, потому что он повторяет одну и ту же фразу. И это ружье, которое заряжено в начале, да, сработает в финале. Очень мощно и сильно сработает. Потому что, оказывается, Бойд не просто повторяет какую-то фразу, как молитву. Он повторяет фразу, чтобы запомнить фразу, которую Тянь Чен говорила ему. Чтобы не забыть ее. Он как мантру повторяет ее, чтобы сохранить это знание. Какие-то важные слова. А в это время и показывают нам Джима и Кенни. Они тоже пробудились с утра, и Джим находит еду. Капуста там. Там куча еды. Это то самое пространство, которое они не исследовали. Они только в одну часть, в одном направлении ходили. Бойд ходил в одном направлении. Здесь же, видите, оказались новые подсказки, новые возможности, новые ответы. Но заметьте, какая параллель, какая драма здесь есть общая. Кенни повторяет во многом судьбу Бойда. Бойд тоже и уходил. И также возвращался он с результатами, с чем-то, что важно для города. Не с пустыми руками. Но цена была жертва. Ценой была его близкая. Ближайший ему человек, ближайшая ему женщина. И здесь Кенни получает что-то важное для города, жизненно важное. Но цена, ценой становится его мать. Поэтому их судьбы здесь очень схожи и переплетаются. Бойд и выступает ему архетипом отца. И, честно говоря, Кенни, как мы видим, больше сын для Бойда в этом пространстве, чем родной сын Бойда. Они больше связаны. Он больше для него наставник по жизни. И даже судьбы их схожи, как мы видим здесь и сейчас. А дальше мы видим Сару, которая продолжает искупать свой грех. Она уже искупила важнейшую вину. Она спасла тех, кого должна была спасти. Она спасла Итана. Поэтому как бы перекрыла то, что собиралась сделать. Отнять у него жизнь. Она сохранила ему жизнь. Не будь ее там, да, то бабка, скорее всего, детей-то и поймала бы. Поэтому Сара идет по пути искупления. И сейчас она пришла к Кристи, понимая, что ей будет важно. Она, может, и не знает, кто умер, учитывая их связь с Кенни. И действительно, Кристи сыграет важную роль во всей этой истории, во всей этой драме. Ей уготована важная роль в прощании с Тянь Чен. Поэтому потихонечку путь искупления. И самое главное, что мы видим с вами в этой серии, снег. Активно начинает идти снег. То есть вот ускоряется этот процесс. Мы подходим к некой важной точке невозврата. Деревья двигаются. То есть когда-то произойдет совсем уже скоро тот момент, о котором все говорят. Когда вот вступит в силу вот этот самый обряд, который теперь мы узнаем в этой серии. Каждый раз не получалось решить этот вопрос. Каждый раз проигрывала сторона света. И выигрывала сторона тьмы. Что пока не ясно, но вот все идет к этому. Когда стволы этих каких-то, как допущение трех деревьев, скорее всего, с порталами, а может и нет. Сойдутся вместе. Но зима не просто близко. Зима началась. И в этой серии в активной фазе она уже. Активно идет снег. Параллельно с уходом Тянчен. Ну, мы вернемся в наш мир. Потому что параллельно идет та самая интересная линия Табиты и отца Виктора. Табита потеряла сознание. Отец Виктора, ну, увидев эту женщину, вызвал полицию. Очевидно, оказывается, видите, он потерял семью. У меня были рассуждения в прошлой серии. Кто же писал эти картины, да, в подвале? Мать Виктора до того, как они попали? Или же сестра Виктора, которая все-таки выбралась оттуда? И вот это она потом писала это все дерево с бутылками. Это все она оказывается все-таки мать Виктора. Но теперь Табите надо как-то убедить человека в этой сумасшедшей безумной истории. Но ничего не бьется для этого человека. И она приводит, казалось бы, веские доводы, называет имена людей, которые пропали. И действительно можно найти их в интернете. И вот ее семья. И вроде все складно, но не верит этот человек. Похоже она на сумасшедшую, безумную. Может, она спланировала действительно эту историю. Мало ли что в ее голове. Но поверить в историю, что она в каком-то магическом, волшебном месте. Все попадают. Ну, первое, что тебе придет в голову, это псих какой-то. Еще и паразитирующий на том, что для тебя травма. Твой травмирующий опыт. И уже он бы и сдал ее в полицию. Помните, я говорил про ту теорию, которая, мне казалось, должна была присутствовать эта линия с Табитой. Может, ее вообще уже не будет в этом сезоне. Но я говорил, что есть вероятность, что будет этот полицейский фактор. Что ее все-таки задержат в итоге. Или ее в психушку заберут в итоге. Потому что в госпитале вызвали полицию. Да, тогда неизвестно было, кто она, имя неизвестно. Но, честно говоря, там можно вычислить имя. Ее лицо было, там есть камеры слежения. И если бы захотели, по лицу, там есть записи, как она уходила, 100%. Можно найти и очень быстро выйти на то, что это та из пропавшей семьи. Самое главное. Она позвонила матери, и та уже говорила про детектива. И вот мать бы точно связалась с детективом. И сказал, что дочь созвонилась и сказала, что жива. Поэтому я все равно не исключаю эту линию полицейских. И тот самый пастор, о котором я говорил. Она много ему лишнего наговорила, уже не внутри, находясь на исповеди, а в самой церкви. Поэтому здесь не действуют правила сохранения информации. Которая действует вот там, когда ты на покаянии находишься, да? Поэтому, может, и он свяжется с органами и расскажет. Ну, он знал, что у женщины погиб ребенок, травмирующий опыт. И она говорит, что моя семья в опасности, я не знаю, что делать с ланчбоксом в руках. Что подумает этот человек? Хоть он и верующий, он может подумать, что она безумная и может быть угрозой. Я все подвожу к тому, что в итоге могут Табиту поймать и рассматривать ее. Она будет в следственных делах, она будет первый потенциальный человек на рассмотрении, что именно она убийца семьи. Будут так рассматривать. Сбежала, семьи нет, безумные вещи рассказывает. Но, может, этой линии вообще не будет? Тоже есть такое допущение. Но опять эффект полиции, который ее заберет, заметьте, присутствовал здесь. Они были в паре метрах друг от друга, просто разделяла их дверь. Но в последний момент Табита, рандомно стреляя, ни разу не попадает в сердце этого человека, в отца Виктора. И вдруг она уже говорит вещи, которые понятно, что сначала не говорила, потому что они самыми безумными выглядят. Про башню, маяк, про детей. И вдруг, когда она говорит именно самые, казалось бы, нелепые вещи, которые бы и отпугнули человека, а не те логические доводы, которые она приводила, фамилии людей, которые пропали. Именно самое неожиданное, самое безумное сработало. Именно это заставило его обратить внимание, потому что ровно об этом же говорила его жена. И это стало фактором того, что он отказался от плана сдавать ее. Он решил поговорить с этой женщиной и допустить, что что-то в этом всем есть. Он придумал историю про собаку, что старый ошибся. Оказалось, что действительно угрозы он несет. Пистолет он забрал тогда, когда семья еще пропала, но так ни разу его и не заряжал. Для чего он брал пистолет, интересно? К чему это подводилось? Это к чему-то? Как защита? Или же что-то другое? Или же он подумывал о том, чтобы с собой что-то сделать? Поэтому забрал пистолет. Потому что дальше он скажет, что мне было плевать и все равно, когда окружающие люди подумывали, что это я что-то сделал со своей семьей. Может быть, был период, когда он подумывал, что без семьи нет смысла дальше ему жить. Потому что он назвал, что тогда именно взял этот пистолет. Возможно. Но дальше он решает открыться табити. Он показывает комнату своих детей, сохраненную так же, как она была до этого. Ну и самое важное, он объясняет вот эту историю. Самое главное для нас. Что в молодости они, ну да, попадают по времени, они были хиппи. И хиппи, вы знаете, использовали все эти препараты, начиная с ЛСД. Самая популярная вещь у хиппи тогда, которая была. И мы поговорим об этом. И дальше он говорит, что мы потом, когда она забеременела Виктором, именно жена, бросили всю эту дурь. Но в один из дней, вроде его день рождения, там указали даже возраст, 35 лет. Они еще раз такой прощальный one night stand. Детей отправили и решили еще разок, что называется, оторваться. И вот тогда, после этого, начались эти видения. Она начала рассказывать о городе, она начала рассказывать об этих детях, она рассказывает, что она избранная. И дальше он ведет ее в подвал. Где картины? Картины, где мы видим все. И закусочную, и мальчика в белом, и этих детей, и вот этих военных времен гражданской войны, которого уже мы видели, помните? Которого Джейд видел. То есть все, что там присутствует, было у нее на картинах до исчезновения. Как он говорил, что он сказал убирать комнату, помните? Либо не будет телевизора последнее, что он сказал, да, семье. А потом они исчезли. Почему она поехала с детьми? То есть здесь, оказывается, они не просто были в путешествии. Он не рассказывает о том, что жена с детьми уехала, а я работал. Они решили к матери уехать. Нет. Он уехал из дома, и они пропали. Вот как все это было. Обычно все в путешествии, в дороге. Что же случилось? Что-то сказала матери ехать. Но почему она поехала с детьми? Казалось бы, зачем она рисковала тогда Виктором и своей дочерью? Вопрос, на которого нет пока ответа. Но у нас есть новый кусочек пазла, очень важный. Ну, во-первых, перед тем, как я поговорю об этом кусочке пазла, поговорим об этих препаратах. Об ЛСД и об остальном. Да, вы вас смеете, скажете, ну понятно, понятно. Вот так и сценарии придумываются. Вот так же и авторы придумывали всю эту историю. Сейчас все будут смеяться на эту тему. Очевидно, это первое, что приходило в голову. Но давайте серьезно. Если серьезно вникнуть в это, то это нас отсылает к действительно древней традиции. Еще с античных времен, в разных культах, в разных концах света были обряды, где использовались вот такие препараты для подключения к тонкому миру, для подключения к подсознанию, как сейчас говорят, для подключения к астральному миру. То есть то, что скрыто от тебя, открывалось там. И то самое. Именно в эпоху хиппи, распространившаяся в итоге ЛСД, на самом деле, первостепенно использовалось именно в научных целях для раскрытия границ подсознания. И один из известных, кого я знаю, специалистов в этой теме, был Станислав Гроф. И когда это запрещен стал препарат, он заменил его холотропным дыханием. Но суть всех этих обрядов в том, что ты подключаешься и видишь, кроме глюков, идея такая была в разных культов, некий тонкий мир. Сегодня только богачи, знаете, катаются по всяким там племенам, и там им проводят за большие деньги такой обряд. И они типа, ох, что-то почувствовали. Ну, конечно, это ничего общего не имеет с какими-то древними смыслами, которые закладывались раньше, наверное, в это все. Поэтому здесь идет речь, что она под воздействием вот этого всего подразумевает, что именно для нее открылся вот этот мир, это пространство. И она начала получать ответы. Но, как вы понимаете, дорогой зритель, что не думайте, ни в коем случае не надо ничего использовать, ничего вам не откроется, никакие ответы вы не получите. Можно получить страшные зависимости, поэтому никогда не идите по этому пути. Ни в коем случае. Осуждаю очень сильно такие эксперименты. Ни в коем случае. Но надо отметить, что, я еще раз говорю, есть историческая традиция в разных культурах, где шаманы, духовные лица проводили обряды, используя некие травы, да? И подготовленные у них их неофиты, ученики, идущие по какому-то духовному пути, таким образом общались с духами. Ну, вы поняли. То есть вот здесь это бьется. Они проводят именно эту параллель. Она почему-то, именно она, оказалась избранной и вот начала видеть эти миры. Какой кусок пазла мы с вами, наконец, получили в нашей картинке? Теперь мы точно знаем, что каждый раз... У меня было такое предположение, что каждый раз мы видели эти даты с вами. Вы помните, да? Каждый раз, когда должно было что-то произойти, каждый раз тот, кто был избран, теперь мы знаем, облажался. И мать Виктора тоже облажалась. То есть теперь Табита. Теперь, может быть, первый раз получится, никогда не получалось. Но вопрос, что же получится? Что должен был сделать избранный и почему у него каждый раз не получалось? Как он должен был спасти тех детей? И почему ему не удавалось спасти этих детей? И почему каждый раз были обречены на проигрыш те, кто оставались? И вопрос, а обреченные на проигрыш, что с ними происходит потом? Они вот превращаются в тех ночных гостей в итоге? Если в определенный момент ты не сможешь решить снова эту загадку? Или что еще? Вот вопрос какой стоит. И единственная пока теория, которая у меня в голове родилась, вы, вашими делитесь теориями, у меня такое предположение есть теперь, что каждый раз, вот избранная женщина всегда была, заметьте, избранная была, да, женщина, что речь идет о выборе, предположение только, выбор, потому что и у матери Виктора были дети, и у Табиты есть дети, более того, здесь у Табиты есть и дочь, и сын. Я не знаю, обязательно ли это было условие избранного, но здесь совпадает. Суть какая, к чему я говорю? Вы помните тогда, все умерли, кроме Виктора, он выжил. Может ли быть такое, что избранный должен выбирать между своими детьми и теми, которых должен спасти? И каждый раз в итоге выбирал избранный, допустим, своего ребенка. Допустим, тогда она выбрала Виктора, чтобы он выжил, а не этих спасений детей. Возможно, суть в том, великая жертва, надо отказаться от своих детей, и тогда спасутся те дети, сделать такую же допущение. Пока потому, что большего я не понимаю. Вы предположите вашу теорию. Вот такая у меня теория. Но линия интереснейшая, согласитесь. И когда ты видел вот этого пожилого человека, который вот прошел через всю эту боль, косые взгляды, мы видим, попивает он, сохранивший эту комнатку, верный, не нашел новую семью. Заметьте важный момент. Человек, может, прошло 5-10 лет, перевернул страницу и по-новому жить начал. Он не живет по-новому. Он хранит их верность, их памяти. Он живет с той семьей. Раз уж так получилось, предан им до сих пор. Живет с этой болью по сей день. И когда ты видишь его в коридоре, и вот эту его надежду, что может быть его сын жив, явно вам захотелось того же, да, наверное, о чем я почувствовал внутреннее желание, увидеть, что Виктор встретится с отцом и обнимется. Что в финале нам сериала дадут такое. Хотелось бы, что так было, но пока что прекрасная линия. Вот мои теории по этому поводу. А вы предлагайте ваши. Ну, а мы отправляемся давайте туда. В то, что происходить будет в Фромвиле. Пока что. Итак, говоря о Викторе, мы видели, Виктор уходит куда-то после всех этих событий, которые повлияли на него. Есть ли у него план? Неизвестно. Да? Но он здесь Итану, который сейчас потерян в тяжелом состоянии. Мальчик, я говорю, ему и так пришлось взрослеть. Вчера ему надо было принимать смерть козы. Тоже тяжелое было для него. Сегодня уже ему приходится принимать смерть взрослого человека. И тяжело. И заметьте, без сентиментов Виктор выбрасывает на него, выдает, что надежды нет. У Виктора ее уже нет. И он куда-то ушел. Но за Виктора меньше всего волнуешься, потому что он больше остальных чувствует этот мир. Поэтому он хорошо разбирается, как перемещаются деревья, где есть порталы. И уж если кто-то и выберется оттуда, куда ушел, то это Виктор. Может быть, и надо ему идти. Может, он знает свою роль в этом механизме. Может, сейчас он действует правильно. А дальше Дона приходит к Бойду. Но мы видим вот этот момент искушения. Их искушают, и все сломались. Дона – пример самого сильного, наверное, человека. Железная леди местная, да? Ничто ее не сломит. Но даже она уже колеблется. Даже она уже ломается. То есть здесь они два таких лидера. Бойд сильнее оказывается, чем она. И здесь Дона сначала… Мне нравится глубина психологии персонажей. Значит, они объемными получаются. Значит, они живые. Когда Дона начинает общаться с Бойдом, первое, что неосознанное происходит – обвинение его. Как ты мог жертвовать? Да, хоть одним из нас мы важнее. Ради животных. Через секунду он ей говорит, вдумайся, ты сама мне говорила, что у нас ресурсы погибли все, да? Я исходил из ситуации. Это было абсолютно разумно. Ты меня обвиняешь. И как в ней быстро проходит эта рефлексия, страх, возмущение и внутренние ее чувства дали такое выражение, но она так не думает. Включился ее холодный, трезвый рассудок, и она говорит, нет, нет, ты все правильно сделал. Я не тебя виню, я виню себя. Я к себе обращаюсь. И она рассказывает, что это ее внутренняя паника, ее внутреннее все, она чувствует безысходность. Ей кажется, что все, они безысходны, знаете, все, приговор есть, смертная касть, и не избежать, что они все нарисовали себе в голове, что на самом деле отсюда можно сбежать, и не будет смертного приговора. Но теперь она чувствует, как никогда, что это бессмысленно. А бессмыслиться приводит ее в эту панику и ужас. И заметьте, как она себя держит тем, что она вот закрылась вот в холодном панцире. Вот почему она отказывается от объятий Бойда? Казалось бы, он хотел ее приобнять, поддержать, но она отказывается, не подпускает к себе. Когда ты позволяешь другому проявить к тебе чувства и эмоции, пожалеть тебя, ты немножко должен снять свои вот эти доспехи. Эти доспехи защищают по жизни. Выпуская эмоции и чувства, даже мягкости, вот этого тепла взаимного, ты ослабляешь себя в этот момент. И здесь в секунде тебе станет спокойней, но через час-два ты станешь слабее. Она хочет... Эта броня одинокого такого человека, вот этой стальной железной леди, она ей дает силы быть лидером. Поэтому она не хочет этих объятий. Объятия от них она размякнет. Поэтому она избегает этого, не пускает. То есть это осознанный абсолютно ход, абсолютно осознанный шаг. Держаться в этой броне. Ну и дальше, пока она ушла, у нее в доме-то происходят события с Фатимой. Те самые хорроры начинаются, которые мы с вами и видели уже до этого в трейлере. Зубом, который упал с кровью. И тут она уже соглашается пойти провериться. Да? Сын Бойда много раз уже настаивал ей, что может пойдем проверимся, пойти провериться. Но там Кристи сейчас нету, есть только девушка Кристи, да? Зависимая, которая появилась тоже в городе. И она предлагает, потому что у нее есть опыт работы в медицинских учреждениях, да? И такие базовые вещи она говорит, я знаю. Хотя он паникует, она объясняет, успокаивает его, что ты ведешь себя как типичный, потенциальный будущий отец. Все, что происходит, учитывая, сколько дней она не ела, есть такие вещи. Вот она дает препарат, что нужно попить, да? То есть ничего за рамками нормы не происходит. Все это в рамках нормы, но мы-то с вами ощущаем иначе, согласитесь, что мы-то с вами чувствуем, что нет, здесь воздействует как-то это место, что нет, это вся беременность сомнительная и страшная, и что что-то страшное с Фатимой будет происходить, что этот зуб – это не норма, который выпал у нее, что страшные будут метаморфозы происходить с ней. И он успокоился. Они возвращаются в дом, и уже на пороге дома она говорит, иди к отцу, да, подойди, такая ситуация, переговори, со мной ничего не случится. И вот вы заметьте, это постоянный цикл в этой истории. Вы заметили? Постоянно происходящая вещь. Как только ты от кого-то здесь уходишь, с ним что-то дурное начинает происходить. Вот этот, когда ты делаешь выбор, уйти куда-то, уходит Кенни с мамой, что-то случилось, ушел бой, жена сошла с ума, да? И вот сейчас-то каждый раз, когда ты уходишь, Джим ушел, дети чуть не погибли. Каждый раз, когда ты делаешь этот выбор, и в тот момент, когда все типа спокойно, надо уйти, нельзя этого делать. И здесь была ошибка, видите, уходя от этого, он упустил важнейший момент. Важнейший момент. Потому что, когда она подошла к дому, вдруг оказываются вот эти, а это уже не похоже на специфичные вкусы во время беременности. Знаете, соленые огурчики захотелось, с рыбкой соленой. Нет, это же не шпроты. Это испорченные, замороженные вот эти все, их там, которые росли продукты, про прогнившем состояние, замороженном. А она в экстазе поедает их. И это пугает. Это то, что в ней растет, у него такие вкусы. Вкусы такого питания, что скорее всего может быть. Тогда что же растет в Фатиме внутри? Это вопрос большой. Это выглядит очень страшно и пугающе. И он упустил этот момент. Он не был рядом в эту секунду, чтобы заметить это. Поэтому в этой вселенной очень надо героям быть аккуратно. Когда ты от кого-то из близких уходишь, ему всегда начинает в этот момент часто грозить опасность. Вы заметили? И сейчас будет дальше больше, потому что, забегая вперед, что? Бойк потом его попросит, что мне завтра нужна будет твоя помощь. То есть он опять будет мне рядом с Фатимой. И вот в момент, когда любимого не будет, с ней будут происходить какие-то страшные метаморфозы. Будь он рядом, он хотя бы это прознал бы. Он бы хотя бы увидел это. Он бы хотя бы контролировал этот процесс. Вот, что нам здесь показали. Ну а дальше Кристи стоят с Бойдом и обсуждают. Почему Кристи подошла к Бойду? Потому что когда-то она себя винила. Вы помните? Она себя винила по поводу Сары. И сейчас она понимает, что скорее всего будет вот в нем начинается это бурление внутреннее чувства вины. Что это он все-таки виноват в гибели Тян Чен. Что это он не не подумал о животных заранее. Что на всякий случай надо было на амбар повесить, понимаете, амулет. Заранее предугадать все ходы. Все такое. Но это невозможно. Естественно, когда на тебя столько навалилось, просто невозможно все предугадать. И поэтому она пришла в важный момент. И у него рассуждение. Он как замороженный стоит там возле бассейна и думает о машине. И говорит, мы даже не забываем, вот здесь гибнут люди, забываем их имена. Но заметьте, Кристи помнила. Она говорит, это Дэнни и Шейдбэль. Он говорит, а, да, да. Мол, они для нас пустое место становятся. А это ужасно. Так не должно быть. И вот здесь она его подводит к тому, что перестань. Ты ни в чем не виноват. Ты сделал, что можешь. Не живи с чувством вины, оно тебя съест. Лучшее, что можно сделать сейчас, идти вперед, пытаться справиться с этой ситуацией, но точно не винить себя. Ты ни в чем не виноват. Ты сделал все, что мог, и даже больше. Она его здесь поддерживает. И ровно в момент, когда идет этот диалог, Джим и Кенни возвращаются в город. И дальше они ликующе принесли вот эти продукты, но все с этими лицами их встречают. И тут представляете ужас, да, когда вот оба пока не поняли, что такое. То есть никто не понимает, кого это касается. И первое, Джим спрашивает про своих детей. И когда Бойт такой, нет, нет, с детьми все нормально. И вот этот момент, дальше все, вся драматургия работает на игре актера, который играет Кенни, и шикарный. То есть это по-настоящему было. Он это все пережил там. Вот все, как он действовал, ты ни на секунду не сомневаешься, и сердце сжимается, наблюдая за этим человеком. Как он начинает звать свою маму на своем языке. Как он стоит, и как его никто не трогает и смотрит на это все. Как он уже понимает, что произошло, но не хочет принять это. Пока что он не готов ни слушать, ни принимать эту ситуацию. И как он потом уходит просто туда, где мама работала. И сидит там. И вдруг заиграла эта безумная музыка, ужасная музыка, в которой поется о праздновании. Песня называется Celebration, вышла в 80-м году. И что интересно, здесь опять есть религиозный подтекст. Хотя в песне поется о том, что надо праздновать, веселиться, давайте сегодня будет у нас праздник, веселье, вдохновила на эту песню. религиозная книга автора песни Коран и речь шла о зарождении жизни человечества. Эти религиозные мотивы постоянно здесь присутствуют. И как бы в песне поется о зарождении жизни, а сейчас там происходит гибель жизни, конец жизни. И, конечно, он не знает, что сделать, он сломал просто этот музыкальный аппарат. Насколько тактично пытается с ним общаться Кристи. Она ближайший была его человек, да? Он думал выстроить с ней когда-то отношения. Насколько тактично, мягко, причем она мало что знает. Все-то знает Бойт подробно. Она не знает ничего, но здесь она пытается максимально быть рядом, но в то же время не давит на него, позволяет ему прийти в себя, поговорить с самой собой, разобраться в себе. И дальше он просит об одном ее, да? Чтобы она привела маму в порядок, чтобы она выглядела хорошо. Она бы хотела. И мы понимаем, что основная профессия, конечно, Кристи не была такой, но сейчас приходится перепрофилироваться всем. И она идет и встречает там, в церкви, а Бойт занес, сам лично вез, сам лично занес это тело и принес туда, в церковь. Там вместе с ним пришел Джейд, и он там находится. Вы помните, да, как эта женщина, эта китаянка относилась к Джейду, ворчала, ругалась, но очень полюбила его и очень тепло к нему все время относилась. И он сейчас рядом с ней, он любил тоже ее, он привязался к ней. И вот сейчас он решает оставить Кристи, но она говорит, я одна, честно говоря, не справлюсь, давай вместе это сделать. И вот они вместе, она ради Кени, он ради нее, потому что он привык к матери Кени сам, будут помогать привести ее в порядок, чтобы она ушла в последний путь красивой. И так, чтобы сыну было приятно, потому что он рассказывает вот эту вещь, о том, что он видел отца, вот тогда там внизу, помнишь, как разорвали отца, помните, он не хочет в голове вот маму, вспоминая маму, потому что всегда этот кадр у него отца перекрывает все остальные события с отцом. Он не может вспомнить нормально своего отца, вот он не хотел бы, чтобы еще в голове у него зафиксировалась вот такая вторая ужасная картина. Поэтому он очень просит, и у них нет варианта, им надо это сделать по-любому. В то же время в доме, когда это все происходит, да, Дона вот житейскими вопросами занимается, разрезает мясо. И мы видим, как потерян теперь ходит Итан, потому что у него некая вот эта связь была с Виктором, и теперь мы понимаем, что эта связь не просто связь, это не случайная связь, потому что они оба сыновья избранных. То есть это не случайно все было, здесь присутствует закономерность, то, что они нашли друг друга, то, что у них возникло некое понимание друг друга и чувствование друг друга, это потому, что они связаны матерями, оба сыновья избранных. Теперь становится понятно хотя бы это. И вот его очень беспокоит уход Виктора, он себе не находит место, он сейчас может тоже принять ряд решений, каких-то важных для себя внутренних, которые также на что-то могут повлиять. И дальше нам показывают, как Джейд и Кристи выполняют свое обещание привести в порядок маму Кенни, и тут приходит опять Сара. То есть Сара теперь благодетель, она делает очень много дел, которые искупляют ее вину. и сейчас она принесла платье. Она знала, что вот именно это платье нравилось маме Кенни, видите, никто не знал, каждый внес свою лепту. Она хотела уехать именно в этом платье, и она будет уезжать, уходить в тот мир именно в этом платье, как она и хотела. Но иначе все драматичнее случится. Ну а дальше должен, уже когда дали ему время остыть, должен к нему прийти Бойт, потому что, еще раз говорю, он архетип в любом случае авторитета отца. И я говорил, что очень страшно будет. Это такое шаткое положение. Что случится с Кенни? Будет ли Кенни потом обвинять как сын Бойда Бойда за то, что он не досмотрел? Будет ли он себя обвинять? Что случится с парнем? Это важный момент. И он решился на то, чтобы пойти туда и сжигать. Хотя они точно не знают, находятся ли там внизу, где были Виктор и Табито, находятся ли они там внизу, наши гости ночные. Но он решает туда, пойти и спалить все к чертовой матери. Их спалить, отомстить за мать. И заметьте, как мудро поступил Бойда. Он понимает, что это безумие. Что, скорее всего, они погибнут там, если зайдут туда, вообще потеряются там. Но он знает, что сейчас. В таком состоянии можно Кенни отговорить? Нет. Это невозможно. Нет шанса. No chance. Вообще без варианта. Ну что можно сделать? Только быть рядом. И помните, как Кенни удивился? Кенни был уверен, что Бойд как всегда будет отговаривать, приводить доводы, как он поменялся в лице, когда он сказал, окей, да, давай. Но я с тобой тогда иду. Как он не ожидал, было видно, про что неожиданно было на его лице. Он был уверен, что будет типичное действие, реакция Бойда, приведет доводы, будет отговаривать. Здесь Бойд был мудр. Он понимает всю его боль, через что он прошел, и он чувствует себя ответственным, что ну умру и умру, ничего страшного. Здесь я пойду с ним до конца. Поддержать его должен. По-другому никак нельзя удержать парня. Да, дорогие мои зрители, друзья и подруги, обязательно, если ролик нравится, поддерживайте тем, что не ставите лайк, а подписывайтесь на канал. Подпишитесь обязательно на канал, и в описании закреплена ссылка на Буст. Там будут, это тот самый сериал, вот в Доме Дракона у меня было большое количество разборов на Бусте. Здесь будут большое количество разборов персонажей на Бусте. Это безусловно Бойд. Как я говорил, тема Спасителя обязательно будет мной раскрыта. Эта тема, о которой я говорил о хлебе и рыбе из Нового Завета, она не случайная. Она отсылает нас конкретно к конкретному персонажу Нового Завета, Спасителю. И здесь тема Спасителя у Бойда присутствует, безусловно. И я дальше буду развивать эту тему. Конечно, Виктор, как персонаж, невероятно интересный, с великой драмой от начала до конца ее раскрытия показать. Здесь уже очевидно присутствует персонаж, который на разбор это Кенни в этом сезоне будет. Поэтому, если вам интересно будет, ссылка в описании на Буст, там начнут появляться разборы по сериалу извне. Вот. Ну и дальше они приходят уже туда, Бойд делает хоть какие-то попытки, соорудил эту веревку, чтобы они могли вернуться обратно. Но мы знаем, что все может случиться. Можно все равно там потеряться и погибнуть. И в этот момент он видит этот момент в Кенни, колебания на самом деле, что это была ярость, вот этот порыв отомстить за мать. И он вот здесь уже начинает проводить, создавать эту почву альтернативы, что я готов, я пойду с тобой. Если скажешь, пойду, но все-таки подумай, может это пустое, мы даже не знаем, что они там. Есть высока вероятность, что мы погибнем, но я пойду с тобой, я тебе гарантирую, просто задумайся. И вот здесь вот это мощное ружье, заряженное в начале, невероятное ружье, когда он там лежал и повторял как мантру эту фразу, чтобы запомнить ее. И вдруг он говорит, повторяет эти слова, говорит, во-первых, она держалась, а Кенни не знал, что он был рядом с ней. Он говорит, я до конца с ней был. Она была сильна, она смотрела на меня, я смотрел на нее. И она говорила вот эти слова. И когда он их называет, Кенни просто взрывается в слезах, и оказывается, что она говорила, take care of him, he'll be alone now. Да? Присмотри за ним, он теперь будет один, говорила она о своем сыне. Это просто на разрыв аорты эмоционально было, конечно. И вот это невероятно, то есть ситуация, которая, казалось, могла разъединить, бой до с Кенни, она невероятно их сплотила теперь. Я говорю, они как отец и сын теперь. Это очень сильно, конечно, было. И это все поменяло и перевернуло. Он выбирает идти сейчас прощаться с матерью, а не идти туда. Сломало его полностью. И зрителей, наверное, тоже. Роскошная драматургия всей этой арки в этой серии невероятно прекрасная. Просто бесподобная от начала до конца. А в начале я даже детали сейчас вот эти не сказал. Когда Бойда развязывают, и он бежит и начинает ее обнимать, и начинает ее удерживать. Чего это стоило? А как они здорово продумали то, что потом, когда он в церковь ее принесет, у него в голове эти кадры, которые нам не показали, как ее уже режут и разрезают в его голове, как кошмары. Каждая деталь, каждая крупинка этой серии была просто идеально создана. И вот они придут уже готовые. Он морально готовый. Он должен был пройти через все это. Кенни, он прошел через все это. И она готова уже. Они привели ее в порядок, чтобы он увидеть мог маму вот в таком состоянии. И весь город собрался здесь и прощается с этой женщиной. Женщина, которая их всех кормила. Постоянно. Женщина, которая для многих из них была как мать. Они здесь все вместе. И Итан, маленький Итан, который прощается, думал, что будет прощаться с козочкой и будет тяжело, а приходится прощаться с куда большим, живым человеком, который ему тоже был небезразличен здесь и сейчас. Но вот этот момент, ведь в эти моменты отец Виктора, когда нам показывают их здесь разговаривать, стабит и говорит об этом, о людях, которые будут лишены надежды. И у этих людей все, что остается, вот это они, их отношения друг к другу. Пока горит вот это пламя, когда все за одного пока что, значит, еще может получиться. Если это пропадет, если человек человеку станет волком, то тогда все. И заметьте, постоянно здесь присутствует религиозный мотив. церковь, все эти символизмы, то есть это присутка, тема веры, она архиважная здесь. То есть, если вера погибнет, то все, конец. А не должна пропасть вера внутри тебя. Вот это пламя одной свечки, горящей внутри, оно должно у тебя здесь и сейчас остаться. Конечно, у Джима еще был разговор с дочерью. Безусловно, он не успел ей рассказать все, что там у него уже пришло это понимание, что сейчас он ответственен за детей. Он не успел это ей рассказать, но она ему выдала это все, рассказав всю свою боль, когда мы видим ее как будто ну типичный бесячий подросток. Помните, первая серия, первая сезона, когда они едут, раздраженные, агрессивные, а у этого подростка были причины на то. Родители, которые в своей драме забыли, забыли о своем ребенке, где она должна была подзрослеть и смотреть, почему она раздражалась на брата. Не потому, что она такая, знаете, подростки, которые ругаются. Нет, потому что на нее скинули всю ответственность, она стала как матерью этому брату. Ее раздражение из этого исходило, что взрослые ведут себя как дети. И сейчас она опять говорит, что отец, возьми на себя ответственность, я второй раз этого не выдержу. Более того, ей дико страшно, она одна из тех трех, с кем произошли эти метаморфозы. Да, Бойдах спасет, но мы же знаем, а может быть, что-то осталось, а может быть, они не спасены, а может, в определенный момент что-то включится в них внутри, и начнется какой-то страшный процесс. И ей от этого страшно. И это ее пугает. И тут еще отец, который ведет себя так, как ребенок, наивно, не хочет даже принять возможность информации, что жены уже нет в живых. Это не вариант здесь и сейчас. Сейчас он нужен как опора здесь. И она взывает к этому, но он вроде как Джим сам к этому пришел, сам моменту, но вы помните, дети пойдут, его дети, после прощания, они пойдут туда посмотреть на животных. И он приходит домой, тот самый звонок, где я говорил, эх, Табита бы звонила, сильно будет. Но звонок другой, звонит ему тот самый сын, который у него был. И мы понимаем, что здесь играет с ними место. Те общения, как жена Бойда, это не жена Бойда. И это, очевидно, не сын. И один из ночных, помните, друзья, еще давно было, когда здоровался и рассматривали, что этот пацан это и есть сын. Джима и Табиты. Ну вот он сейчас позвонил, и мы видим, что здесь что происходит? Искушение. Такое же, как с Бойдом. Чтобы сломить его опять, ему сейчас надо сосредоточиться на одном, на чем? На его детях. Быть ответственным отцом. Не отходить от них. Мы видим, что происходит, когда ты куда-то исчезаешь, куда-то отходишь. И вот сейчас начинается искушение его по телефону. Ему нельзя повестись на это. Сейчас у него есть живые дети. И надо смотреть за живыми детьми и быть их опорой. Вот какая у него задача. А Бойд он просто, ну, колосс, колосс. Невероятно. Он через дикие вещи, метаморфозы, проходит. Здесь и сейчас. И сейчас у него этот план. Правильно. Слишком много бездействия. Из-за боли. Почему они бездействуют? Иногда здесь говорят, боже, сценарий такой. Собрались бы, обсудили бы все. После таких травм, в каждой тебе нужно время отойти. Каждый раз, когда ты только выжил, каждый день, это стресс невероятный. Это легко сказать, когда ты в комфортных условиях сидишь, такой, ну, все просто. А тут не просто. А тут те промежутки времени, которые есть, ты используешь на просто прийти в себя, собраться. Но здесь он понимает, да, что пора уже проверить на прочность этот мир. Надо поймать одного из ночных гостей и поэкспериментировать с ним, о чем уже многие говорили. Как можно еще убить? Может быть, есть еще варианты проверить на огонь, на остальные вещи? Начать придумывать, бороться с этим. Что это им даст, если они начнут уметь убивать их? Ночью двигаться, перемещаться здесь, исследовать все пространство и многое-многое. Поэтому в правильном направлении думает спаситель этого мира и спаситель этих людей, их последняя и единственная надежда. Ну, у нас есть еще, оказывается, избранная Таббита. Невероятно мощная серия, безусловно, роскошная, драматургия шикарная, не устану говорить, когда есть такое в сериале, и прекрасно, когда такое бывает в сериале на третьем, сука, сезоне. Это хорошо, обычно идут на спад сериалы. С третьего сезона всегда идет спас самых лучших сериалов уже. Пока что ко второй серии. Кремень, молодцы. Надеюсь, вам также понравилось и нравится сериал. Делитесь вашими доводами, вашими теориями, что вы думаете про вот эту линию избранной. Что вы думаете, что не получалось каждый раз и что надо сделать Таббити, что не сделали остальные. Она еще не видела дерево в саду, которое увидит потом. Значит, дерево тоже, мать, видела. Что будет там? Пишите, делитесь вашими догадками и комментариями. Ну, а вы были на канале Что Посмотреть. С вами был ваш проводник Мир Искусства Кино, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока.